Добро пожаловать на вебинар номер 32. Как у тебя дела сегодня, Алекс? Дамы и господа, спасибо, что пришли на этот вебинар. Мы ведем прямую трансляцию из Колорадо, Соединенные Штаты Америки. Некоторые из вещей, о которых мы будем говорить сегодня, это текущие события, солнечная система, искусственные спутники, синтетическая жизнь, синтетические люди, кабала, глобальное потепление, абсолютно ложные глобальные нарративы и фальшивая история. И, но прежде чем я куда-нибудь пойду, я должен сделать объявление. И сегодня у нас отсутствует член команды, и это будет Джеймс Харкин. Прошлой ночью скончалась его мать. Поэтому я хотел бы попросить каждого из вас, пожалуйста, послать ему в его семью молитву, или электронное письмо, просто, знаете ли, выразив ему свое сочувствие. Потому что без Джеймса этого бы не произошло. Именно он собрал нас всех вместе, чтобы проводить эти вебинары. И на самом деле за свой счет он создал веб-сайт, чтобы собрать всю информацию воедино, чтобы все было в одном месте. Так что ты знаешь, я уверен, что ты разделишь со мной то, что наши сердца полны сочувствия к нему и его семье. Так что сегодня его здесь нет, потому что он этим занимается. Хорошо? Дамы и господа, в мире происходит так много всего. И на этой неделе я попытался посмотреть новости, но не смог расслышать ни слова из-за всего того мрака и уныния, которые они распространяли. Так что я снова перестал смотреть новости. Это просто безумие. Но ты знаешь, давай просто поговорим о некоторых вещах здесь. Я собираюсь начать этот вебинар с рассказа вам истории о трех друзьях, которые встретились в ресторане, чтобы поужинать. Один из них был врачом, другой инженером, а третий – политиком. И когда они ужинали, зашел разговор о том, какая из трех профессий, которыми владел каждый из них, была самой старой. Так вот, врач выступил первым и говорит, послушай, ты же знаешь, что, согласно Библии, ребро было взято у Адама, чтобы создать ем. И поэтому быть врачом – это самая старая профессия. В этот момент инженер сказал, послушай, говорит он, ты же знаешь, что, согласно Иеремии, Бог создал небеса и землю из хаоса и неразберихи. И это было задолго до Адама и Евы. Так что, следовательно, быть инженером – это самая старая профессия. В этот момент они посмотрели на политика, который сказал, ну, а откуда, по-вашему, взялся весь этот хаос и неразбериха? Так что он приписал политике звание самой старой профессии. Я поднимаю этот вопрос, потому что вам совершенно необходимо понять, что хаос и неразбериха, царящая сегодня в мире, все это делается намеренно. То повествование, которое сейчас преподносится всем, делается намеренно с целью подавить всех, чтобы вы в буквальном смысле либо отключились, либо не обращали внимания на то, что они делают, потому что вы просто не хотите иметь с этим дело. И так, и вам также нужно понять, что это делается на очень-очень высоком уровне. Так вот, я понимаю, что есть спикер из Японии, откуда он звонит домой, который сказал, что Ротшильды капитулировали, а Каббала капитулировала. Дамы и господа, даже если бы они захотели, им никогда не позволили бы этого сделать. Так вот, регрессивные инопланетные рептилоиды, которые управляют планетой, управляют этими семьями. Даже если бы эти семьи захотели выбраться, они не смогли бы выбраться. Понятно? Так что то, что вы видите, это мировые события, это буквально каскадная повестка дня, которая была запущена много лет назад. Потому что вы должны помнить, что эти инопланетяне, некоторые из них третий, некоторые четвертой плотности, они думают голографически. Они на несколько шагов впереди нас все время. Так что когда они приводят в действие свой план, все это является окончательным и почти герметичным. Единственное, что не делает его герметичным, это вмешательство извне. Но если бы не было никакого вмешательства извне и были только мы, нам было бы еще труднее, чем сейчас осмыслить, понять и попытаться освободиться от всех этих ложных повествований, которые нам преподносят. И пойми, что единственная цель всех этих ложных нарративов, состоит в том, чтобы, во-первых, лишить нас силы, понизить наши частоты, понизить нашу вибрацию. Это ключевой момент, потому что чем выше наша вибрация, тем труднее им находиться в нашем пространстве. Чем ниже наша вибрация, тем больше они могут питаться за счет человечества, что они и делали в течение многих-многих-многих лет. Итак, Корея, Китай, Соединенные Штаты, Россия, Ближний Восток, ИГИЛ, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы похожи на меня, вам бы пришлось, вам бы пришлось сидеть там и думать, знаете ли вы, насколько глупы все те, кто находится наверху? Я имею в виду на самом деле, насколько они глупы. Хорошо? И откровенно говоря, они на самом деле не так уж и глупы. Они просто выполняют приказы. И эти приказы поступают от Кабалы банковской системы, а Кабала и банковская система получают свои приказы от инопланетных групп, у которых есть своя повестка дня, хорошо? Так вот, родословные линии полностью контролируются инопланетным консорциумом, который находится здесь, регрессивным консорциумом. Хорошо? А Кабала, родословные линии, их единственная цель состоит в том, чтобы проводить политику, а затем отдавать приказы правительствам. Так что пойми, что все это организовано. Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы заставить нас эмоционально в это поверить. И под этим я подразумеваю, что мы эмоционально фокусируем нашу энергию. И фокусируя нашу энергию на этих ложных нарративах, мы на самом деле придаем этим нарративам больше прочности. Потому что чем больше мы в это верим, тем более прочными, более реальными они становятся. Так что они очень умны в том, что они делают и как они это делают. Хорошо, и мы говорили об этом на предыдущих вебинарах, и именно поэтому я сказал, что важно не забывать быть наблюдателем, хорошо? Потому что, будучи наблюдателем, вы смотрите на это, но не вкладываете в это свою энергию. Вы не фокусируете свою творческую силу на том, чтобы это стало физической реальностью, хорошо? Потому что если бы никто из нас этого не делал, это было бы не более, чем разговорами. Это было бы, это было бы повествование. В этом не было бы ничего реального. Почти как глобальное потепление. Хорошо? Глобальное потепление – это ложь. Этого не происходит. Хорошо? 80%, более 80% ученых в мире скажут вам, что этого не происходит. Ради всего святого у нас в Марокко образуются ледники. Этого не происходит, хорошо? По мере того, как земные полюса наклоняются, одни области планеты теряют лед, а другие его набирают. Хорошо? Это называется баланс. И это уже случалось раньше. Я имею в виду, что большая часть Северной Америки была покрыта одним единственным ледником. И его здесь больше нет, хорошо? Пойми, что мы вступаем в ледниковый период. Но чем больше они это повторяют и убеждают вас в этом, тем больше люди платят протестующим по 15 долларов в час за то, чтобы они выходили и протестовали от имени глобального потепления. И люди покупаются на это, и это становится реальностью, хотя на самом деле это не так. Все, что они делают, это все, чего они хотят. Это сказать вам, что нужно продолжать лишать вас прав, отнимать у вас больше свободы передвижения, и облагать вас большим количеством налогов, чтобы скрыть это от вас, узаконив это, заявив, что все это из-за глобального потепления. И откровенно говоря, это чушь собачья. Это действительно так. Хорошо? И я уверен, что вы знаете, что у вас у всех есть свое мнение по этому поводу, и это нормально. И так, последние пару недель мы говорили об искусственных спутниках, о том, что происходит в нашей Солнечной системе. Мне нужно вернуться к этому на мгновение, хорошо? В науке ведется много разговоров о синтетической ДНК, о создании синтетических роботов, автоматов, андроидов, всевозможных вещей. Вам нужно знать тот факт, что эта технология уже много лет существует в подполье, с ней экспериментируют, в нее вмешиваются. Над ней работают в рамках программ черного бюджета, проектов и программ с особым доступом. И позвольте мне объяснить вам это. Первые автоматы или синтетики, роботы, с которыми столкнулась наша космическая программа, находились на Луне-мимозах, хорошо? И вы знаете, мы говорили об искусственных спутниках, и некоторые из них являются космическими кораблями, старыми космическими кораблями, старыми военными носителями или горнодобывающим оборудованием. Поймите, что у этих спутников, этих кораблей, были свои собственные бригады технического обслуживания. Теперь эти бригады технического обслуживания не были живыми существами. Обычно это были роботы, автоматы, синтетики, синтетические клоны. Все они не похожи на людей, некоторые из них похожи. Некоторые из них являются гуманоидами, хорошо? Но тем не менее, эти бригады будут работать и будут работать над оборудованием. Они будут обслуживать оборудование, они будут работать над двигательной установкой. Они будут работать над всеми различными типами экологических систем, которые находятся внутри космического корабля, с единственной целью убедиться, что они будут продолжать работать. Если владельцы этих спутников вернутся и решат, хорошо, мы собираемся использовать это снова для другого проекта. Их цель состояла в том, чтобы сделать это. На более крупных спутниках будут работать очень большие бригады. Некоторые из них будут работать на нескольких уровнях или этажах, или на нескольких типах различного оборудования внутри. А теперь, когда все это было закрыто, эти машины, эти синтетики были бы помещены в криво или стазисное состояние, или буквально просто выключены. Всегда будет один, или два, или три, в зависимости от уровня этажей, и так далее, которые будут продолжать поддерживать повседневную деятельность и просто следить за тем, чтобы все по-прежнему работало. Ты следишь за тем, что я здесь говорю. Хорошо? Вот кем они были. Они были бригадами технического обслуживания. Но это роботы. Сейчас, помимо физической составляющей, мы также говорим об очень специфическом уровне искусственного интеллекта. Они знали бы, что делать. Они были бы запрограммированы на исправление вещей. Они были бы запрограммированы на корректировку вещей. Они были бы запрограммированы на то, что если бы возникла конкретная ситуация, они пошли бы и знали бы, какого робота разбудить, чтобы он работал на конкретном механизме. Так что мы также говорим об искусственном интеллекте. Но поймите, что уровень искусственного интеллекта этих искусственных лун, это не то, что могло бы быть реализовано здесь, на Земле, хорошо? Их программирование слишком отличается, и они очень специфичны. Программирование чрезвычайно специфично в отношении того, что именно они будут делать. Однако было извлечено много уроков. Много знаний было почерпнуто из этих автоматов, этих роботов, этих андроидов. Также была взята синтетическая ДНК, искусственная физическая форма, созданная для размещения этих существ, будь то кремний, механика и так далее углерод. Что бы это ни было, кем бы они ни были, это тоже было взято. Так что теперь вы слышите о том, что кое-что из этого вышло наружу. Синтетическая ДНК и так далее, и тому подобное. Искусственный интеллект. Поймите, что именно отсюда все это и взялось. Хорошо, это пришло из нашей собственной Солнечной системы. Мы не придумывали это дерьмо, ясно? Теперь искусственный интеллект, который они пытаются внедрить здесь, на поверхности планеты, был доработан. И он был доработан на основе намерений и повестки дня ученых, которые являются кодировщиками, которые собирают его воедино здесь. Теперь, основываясь на намерениях авторов кода и тех, на кого они работают. Вот здесь-то и становится по-настоящему, по-настоящему страшно, когда имеешь дело с искусственным интеллектом. И именно поэтому некоторые ученые говорят, что мы должны быть очень обеспокоены этим. Христианские теологи, метафизические теологи и многие другие, у них есть серьезные проблемы с этим. И у них есть проблемы, потому что мы не знаем, кто пишет код и каковы их намерения. И особенность искусственного интеллекта в том, что его можно запрограммировать так, чтобы он учился и приспосабливался. И в какой-то момент, вполне возможно, что он начнет переигрывать своих создателей. По этому поводу существует очень реальная, очень реальная обеспокоенность. Потому что, как мы видели с Церном, как мы видели с Харпом, с Коллайдером, иногда наши научные группы, эти специальные программы доступа, эти программы черного бюджета, наше правительство, они не знают, когда остановиться. Они продолжают и продолжают раздвигать границы возможного. Хорошо? Но я хочу, чтобы ты знал, тебе важно знать, откуда все это берется, хорошо? Потому что по мере того, как мы приближаемся к концу игры, тебе нужна поддержка принятия решений. И в этом нет ничего мистического. Это не послано небесами. Это не божественная благодать. Это технология. Это не духовная технология. Хорошо, эта технология, инопланетная технология, которую мы захватили и которую мы доработали или реконструировали, будет использована против человечества. Скорее всего, более чем вероятно. Хорошо, а теперь вернемся к родословным и тому факту, что они не могут сдаться, потому что они находятся под абсолютным контролем, их родословное находится под контролем. Их родословное, их семьи. Если они не сделают то, что им говорят, они исчезнут с лица Земли. Все это реальные вещи, которые происходят, когда вы работаете с темной стороной. Похоже, что они не собираются сдаваться, что они не сдавались и не собираются сдаваться. Так что, похоже, на данный момент мы будем разыгрывать вторые пришествия и все остальное, что с этим связано. Так что я готовлю тебя к этому, хорошо? Это станет по-настоящему, по-настоящему странно, и это уже странно, но это станет по-настоящему, по-настоящему странно. Так вот, что интересно, о чем мне только что напомнили, так это о том факте, что многое из того, что происходит здесь на Земле, это то, что произошло с океанами. Хорошо, когда они были пойманы в ловушку на 600 лет. За исключением того, что в системе Проциона долгое время не было никакого вмешательства, просто потому, что почти никто не знал, что что-то происходит в этой конкретной звездной системе. Хорошо, но здесь все по-другому. Здесь существует большое влияние. Здесь происходит большое вмешательство. Здесь каждый Божий день происходит вмешательство, причем не только сверху, но и на поверхности, от сапог на земле. Но по мере того, как эта штука продвигается вперед, и по мере того, как положительные и отрицательные частоты действительно начинают сталкиваться, и эта война, которую мы наблюдаем за душу человечества, начинает выплескиваться наружу. Я хочу напомнить тебе, что крайне важно, чтобы у тебя была перспектива, чтобы ты понимал, что происходит, чтобы ты не сосредоточился на этом эмоционально и не погрузился в страх, который не только подпитывает прочность того, что они пытаются сделать темную сторону, но и снижает вибрации каждого. Хорошо, мы не можем этого сделать, потому что это именно то, чего они от нас хотят. Хорошо, единственный способ выгнать их отсюда, это не двигаться в пространство страха. Было бы идеально, если бы человечество могло испытать это прозрение, и мы все могли бы увидеть друг друга как семью. Но этого просто еще не произошло. И я не знаю, что для этого потребуется. Кроме того, по мере того, как эта штука продвигается вперед, те из нас, кто находится в сообществе экзополитиков, и я предупреждал вас, ребята, об этом в течение многих лет. Хорошо, мы будем закрыты. И это надвигается. Это надвигается. Это все часть драмы, которая надвигается, которая разыгрывается сама по себе. Хорошо? Это власть над свободой создавать и быть. И это власть абсолютно на смертном адре, но она отчаянна и сделает все, что угодно, чтобы выжить. И тебе тоже нужно быть в курсе этого, потому что этим клоунам некуда идти. Хорошо? Это конец пути для них. Они не смогут улететь отсюда в какую-нибудь другую звездную систему и снова заниматься этим дерьмом с кем бы то ни было. Этого не произойдет. Это конец пути для них, и они это знают. Так что они не собираются сдаваться. Они собираются разыграть эту карту в надежде, что будет допущена ошибка, или что они каким-то образом найдут точку опоры, с помощью которой смогут заключить более выгодную сделку для себя. Вот что здесь происходит в конечном счете. Теперь я знаю, что ведется много разговоров о ядерной войне. Вы должны спросить себя, зачем кому-то нужна ядерная война. Как я уже говорил ранее, и это очень хорошо задокументировано, проект раскрытия информации был очень успешным в получении свидетельских показаний людей, которые знают об этом факте, о том, что большая часть нашего ядерного арсенала, у русских, китайцев, даже у израильтян, у индийцев, пакистанцев, у тех, у кого есть ядерное оружие, оно было отключено. Печатные платы были расплавлены. И это по сути просто означает, и мы знаем, что оно у вас есть, но и вы никогда не собираетесь его использовать. Хорошо? Хорошо? И для этого есть цель, потому что это не просто уничтожит нашу планету и человечество. Это пробьет дыры во времени и пространстве в измерениях. Хорошо? И как бы мы не были нарциссичны в создании и разрушении самих себя, этого не будет позволено, потому что это повлечет за собой последствия для других рас. Так вот, поскольку они видят в нас семью, это не обязательно означает, что они хотят контролировать нас или манипулировать нами, чтобы мы не причиняли себе вреда. Потому что у нас есть такой выбор. Дело не в населении. Иными словами, они были отключены. Эти штуки были взяты специальными кораблями в нашем космическом сне и возвращены на Землю, где они были реконструированы на некоторых наших подземных объектах здесь, на планете. А еще что интересно, мне совсем недавно сказали, что на одном из космических кораблей, упомянутых в этой статье, также были найдены устройства такого типа, андроиды, которым было поручено поддерживать работу определенных систем и областей этих кораблей. Но я хочу задать вам вопрос, и хочу, чтобы вы, ребята, подумали об этом, хорошо? Мы слышали, мы знаем, что рептилоиды находятся на Земле. Теперь мы слышим о великанах, о том, как великаны были там и как они собираются появиться. Вот мой вопрос к вам, и я не собираюсь отвечать на него до следующей недели или до следующего вебинара. Но моя цель в этом состоит в том, чтобы дать вам пищу для размышлений. Если они были там и если они были упомянуты в статье все это время, почему они не использовали этих поваров? Почему они не смогли использовать эту технологию? Почему они просто не попытались улететь отсюда тысячи лет назад, до того, как был введен карантин? Просто пища для размышлений. Хорошо? Хорошо? Это просто может быть то, чем нас кормят. Не все это правда. Хорошо? Так что цель моего вопроса состоит в том, чтобы дать вам больше информации для принятия решения о том, что это такое, что вы слышите. Итак, технология, о которой мы говорим, о которой мы слышим, это технология электрической резонансной частоты, что же, это очень похоже на то, что делал Тесла, Никола Тесла. И на эксперименты, которые он проводил в Колорадо Спрингс. Так что мы знаем, что эта технология существует. Мы знаем, что это свободная, чистая энергия. Мы также знаем, что это может быть беспроводным. Это, конечно же, было бы очень, очень хорошо и полностью поддерживало бы это. Но опять же, будучи наблюдателем и отстраняясь от эмоций, вы можете взглянуть на это с другой точки зрения. Потому что мы все были так эмоционально обусловлены, чтобы действовать, а затем реагировать на то, что происходит в обществе. Хорошо? И эта обусловленность была очень сильной, поколение за поколением, поколение за поколением. Важно понимать, что именно этого от вас и хотят. Они намеренно делают что-то, чтобы заставить вас отреагировать. Например, здесь, в Соединенных Штатах, у нас есть реальная проблема с убийством полицейских и нападением на полицейских, а также с засадами на них. Это новая вещь. Теперь является ли каждый полицейский хорошим полицейским? Нет, есть несколько паршивых овец, но они, безусловно, в меньшинстве. Хорошо, так оно и есть. Но это делается намеренно, чтобы создать не только разногласия, но и разделение. Дом, разделенный внутри себя, не устоит. Эти ребята, эти существа знают, что они делают. И вот почему так важно знать, что если вы наблюдатель, вы увидите очень ясно, в чем заключается стратегия. Но если вы эмоциональны, если вы просто покупаетесь на это и говорите «О Боже!» И в ту минуту, когда ваши эмоции возьмут верх над чем-то подобным, из-за нашей эмоциональной обусловленности, ваша способность ясно видеть обе стороны в равной степени исчезнет. Так что это важно знать. Теперь, когда мы переходим к следующей части, поймите, что регрессивные группы рептилий, группы Ориона, консорциум, регрессивный консорциум, стоят за всем, что происходит прямо сейчас в обществе, хорошо? И они продвигают свою повестку дня. Это было введено в действие давным-давно, и это осуществляется само по себе. И они собираются продолжать внедрять это, как я уже говорил вам, потому что у этих существ нет завтрашнего дня. Ясно? Им некуда идти, и они надеются либо победить, либо в какой-то момент создать сценарий, при котором кто-то совершит ошибку, и они сами смогут заключить более выгодную сделку для себя. Я лично не вижу, чтобы это произошло. Но тем не менее, это то, что есть. Это не изменится в одночасье. Это просто не так. И я хочу, чтобы это произошло. Я хочу рассказать вам, что произойдет в одночасье, но это просто не так. Эти вещи должны разрешиться сами собой. Должно выйти на свет больше правды, больше обмана. Должна выйти на свет структура власти, под которой мы все жили, под которой человечество жило в течение тысяч лет. Должна выйти на свет истинная история планеты, чтобы мы как вид, как раса, могли иметь некоторое представление о том, кто мы есть на самом деле. Хорошо, потому что как мы собираемся двигаться вперед, как вид, как раса вместе, объединенная раса, если мы не знаем, кто мы такие и откуда мы пришли. Хорошо? Весь диалог о том, как мы видим себя как расу, должен измениться. Диалог, который у нас есть сейчас, нарушен, он бессвязен, он разделен, и это неправда. И для тех из вас, кто следил за экзополитикой, теперь вы знаете, что конспиративная история Земли – это правильная история. Это правда. Все в порядке. То, что нам преподносили через книги и все такое прочее, по большей части является чушью. Абсолютной чушью. Но ключевые моменты были опущены, такие как фактическое основание человеческой расы на Земле, ее засев на Земле, исход некоторых рас с Марса на Землю, в полое пространство Земли, и так далее, и так далее, и так далее. Многие из этих вещей. Тебе еще многое предстоит услышать о книге Откровения Антихристе, лжепророках, Туринской плащанице. Теперь для тех из вас, кто знаком с этой информацией, я говорил об этом материале 25 лет назад, о том, как в конце времен Антихрист, который является гибридом человека и рептилии, будет выглядеть как человек в Туринской плащанице. Итак, если бы вы сегодня были ученым-генетиком и смотрели на группу крови человека, предположительно находящегося на Туринской плащанице, вы бы знали, что там есть женские хромосомы. Но нет хромосом отца мужчины. Теперь вы могли бы посмотреть на это с двух точек зрения. Во-первых, это божественно создано. Во-вторых, кем бы ни было это существо на ткани, это гибрид. Так что есть два способа взглянуть на это. Оба были бы уместны. Оба на данный момент были бы правдой, потому что мы не знаем абсолютной правды обо всем этом, потому что вся эта история была обелена. Книги были уничтожены. Оригинальные Евангелия были уничтожены. Все это было уничтожено самой церковью, чтобы защитить свою базу власти. Чтобы защитить повествование о том, что они рассказывали всем. Я здесь не для того, чтобы кого-то разозлить, хорошо? Но это именно то, что есть. Это именно то, что есть. Хорошо? Так что многое еще произойдет. Они уже делают это, и они движутся так быстро, они движутся так быстро. Это просто ты знаешь, ты едва успеваешь за этим. Я имею в виду, ты знаешь, это просто ошеломляюще, сколько там всего. Но пойми, что суть здесь в том, что суть для темной стороны состоит в том, чтобы создать мировое правительство, управляемое объединенными нациями, которые являются неизбранными бюрократами, точно так же, как ваш ЕС, которым будут управлять и контролировать международные финансисты. Они же королевские семьи, которые будут получать приказы от регрессивного инопланетного консорциума. Их цель будет состоять в том, чтобы собрать всех вместе в городах, а затем решить, что просто не хватает ресурсов, чтобы позаботиться обо всех. Вот тут-то и вступит в силу повестка дня 21, хорошо? Где определенная часть населения должна будет уйти? Они должны будут быть устранены, чтобы сохранить ресурсы. Опять же, все это ложное повествование. Хорошо? Все это ложное повествование. Но вот что это делает. Это снижает ваши вибрации. Это лишает вас сил. Это заставляет вас чувствовать себя бессильным. Это заставляет вас чувствовать себя рабом, что в свою очередь создает разочарование, которое вызывает все больше и больше гнева, что, конечно же, еще больше снижает ваши вибрации. В этом-то и заключается смысл. Чем ниже вибрации, тем больше они могут питаться за наш счет. Чем выше вибрации, тем дальше они должны держаться от населения. В этом и заключается цель. Я не знаю, как все это будет развиваться с внешним вмешательством. Я не совсем уверен, каковы временные рамки, каковы события, каковы критические моменты, когда на поверхности предпринимается действие, а затем с неба приходит реакция со стороны доброжелательности. Я не уверен. И на данный момент все происходит так быстро и яростно, что все, кто находится внутри, в замешательстве, потому что вот оно что. Мы такие, какие есть, они такие, какие есть, ты же знаешь, вот в чем дело. Мы должны бросить все, что у нас есть, или с нами покончено. Хорошо. Я имею в виду регрессивных. Они просто, они бросают все это в стену. Хорошо? Опять же, пока я все еще могу говорить с тобой. Потому что я понимаю, что другие люди, занимающиеся экзополитикой, обрушиваются на людей и используют любой предлог, чтобы закрыть их, заставить их замолчать. Потому что это часть инопланетной повестки дня, хорошо, я не обязательно хочу называть это раскрытием информации. Потому что я не знаю, что они на самом деле просто собираются прийти прямо и сказать «да». Ты же знаешь, что обычно эти ребята так не работают. Это может быть случайностью. Они делают так, чтобы это выглядело как случайное раскрытие или обнаружение. Но пойми, вот что. Нам очень помогли. У нас есть. Мы должны внести свой вклад. Хорошо? Мы должны стараться как-то сохранять позитивный настрой. Мы должны как-то сохранять наш собственный личный суверенитет, хорошо, нашу собственную точку зрения о том, кто мы есть, и делать все возможное, чтобы оставаться наблюдательными ко всему, что происходит, чтобы сохранить наше личное пространство. Что касается нашей чистоты, держи ее как можно выше. Хорошо? Потому что то, что происходит, становится настолько подавляющим, что многие люди хотят уйти, они уходят сами. У нас так много молодых людей, совершающих самоубийство сегодня, что это просто поразительно. Это просто поразительно. И для этого нет никаких причин. Это просто потому, что они настолько перегружены. Они не видят никакой надежды, потому что их просто бомбардируют и бомбардируют, и бомбардируют фразами «ты недостаточно хорош». Ты такой-то, ты такой-то, ты недостоин. Ты этого не делаешь, ты этого не заслуживаешь. Это ты. Это просто потрясающе. Это просто потрясающе. На самом деле это ужасно. Вот что это такое. Это просто ужасно. И эта история не соответствует действительности. И именно поэтому я продолжаю подчеркивать снова и снова, что нужно не поддаваться эмоциям, пытаться сохранить свою позицию наблюдателя, чтобы тебя не затянуло в эту кроличью нору. Потому что если тебя засосет в эту кроличью нору достаточно глубоко, выхода не будет. Ты не сможешь увидеть небо. Ты не сможешь увидеть солнце. Ладно, это только кажется, что все мрачно и безнадежно. И ничто не может быть дальше от истины. Хорошо? Ничто не может быть дальше от истины. Это так многообещающе. Есть так много поводов для надежды. Просто когда ты знаешь, что тебя ждет, это похоже на поход в театр. Ты же читал эту книгу, хорошо? Ты прочитал книгу и теперь идешь в театр, чтобы посмотреть спектакль на Бродвее, или ты знаешь, что это твой местный театр. Ты уже прочитал книгу, так что знаешь, что будет дальше. Именно в этом я и пытаюсь тебе помочь. Хорошо, я пытаюсь поделиться этим с тобой, чтобы ты мог получить поддержку в принятии решений. Так что ты можешь сказать, хорошо, это знакомо. Я уже слышал это раньше. Хорошо, в этом и заключается цель всего этого, пока мы еще можем проводить эти небольшие вебинары. Так что да, ООН собирается делать свое дело. Скоро появится гораздо больше информации о полой земле. Я не уверен, в чем будет заключаться их намерение поделиться этой информацией, но тем не менее она обязательно появится. Синтетическое ДНК – это слияние человека и машины. Дамы и господа, не делайте этого. Не делайте этого, хорошо? Не позволяй себе получать чужеродную ДНК или синтетическую ДНК, потому что намерения людей, которые делают это с нами, не являются благими. Это просто не так. Хорошо? Это мрачно. Их намерения мрачны, чтобы сделать это. Это не о том, чтобы вылечить болезнь. Ничего из этого. Они могли бы вылечить все болезни, которые они хотели, но дело в деньгах. Это все дело в деньгах. Так что их намерения мрачны. Это не о том, чтобы помочь человечеству. Хорошо? Речь идет об изменении вашей ДНК таким образом, чтобы вы больше не были человеком. Теперь вы являетесь чем-то другим. И чем больше они смогут это сделать, это устранит определенные инопланетные группы, которые связаны с нами через нашу ДНК, через посев, звездный посев, в истории Земли. Им придется уйти. Они не могли бы участвовать в освобождении планеты. И я говорил об этом в течение многих лет, многих лет, многих лет. Все это в прошлом. Хорошо? Все это подходит к концу. И мы, вероятно, узнаем об этом между 2018 и 2019 годами. Плюс у нас есть звездная система, небольшая солнечная система, проходящая через нашу солнечную систему. И я не знаю, обращает ли кто-нибудь из вас на это внимание, обращает на это внимание. Вы не увидите этого по Fox News. Вы не увидите этого по МСНК, или CBS, или AC. Они просто не собираются этого делать. Но если вы зайдете на YouTube, там есть огромное количество видеозаписей в высоком разрешении этих вещей в небе, проходящих мимо планеты. Огромные планетоиды. Ты знаешь, на последнем вебинаре я говорил об электронных письмах, которые я получаю от молодых людей, которые хотят, чтобы я вывез их отсюда, которые больше не хотят жить на Земле. Так что они хотят, чтобы я организовал транспортировку, чтобы отвезти их в другую звездную систему, чтобы жить с другой расой. Даже если бы это произошло, чего не случится. Даже если бы была возможность эвакуировать часть населения Земли и перевести его на другую планету. Да, ваша точка зрения на некоторое время изменится, потому что у вас будет весь этот внешний выход или внешний вход. Новое окружение, новый язык, новые технологии. У вас будет много внешних стимулов, которые будут отвлекать вас на некоторое время. Но в конце концов, в конце концов, мы все вернемся к тому, что тебе придется взглянуть на себя. Тебе придется взглянуть на то, что внутри тебя, потому что именно там все и находится. Это внутри тебя, это не снаружи. В третьей, четвертой, пятой плотности, все сводится к искусству любви, к изучению искусства любви. Так что не имеет значения, отправились ли вы в Процион, вернулись ли вы домой в Плеяды, отправился ли я в Зенит, отправились ли некоторые из вас в Орион или Жуки, или в серьезные А, Б или Си. В конечном итоге вы все придете к этому месту, где вам придется заглянуть внутрь себя. Как же мы смотрим на самих себя? Как же это так? Знаешь ли, кто же это такой, кого я вижу? Как же это так, что я отражаю то, что внутри меня, снаружи меня? И вот, леди и джентльмены, вот в чем заключается работа. И этого никак не избежать. Я имею в виду, что у тебя может быть отвлечение на некоторое время, может быть на две или три жизни, но в конечном счете это вернется к тебе. Что ты думаешь о себе? Чего на самом деле хочет твоя душа? Что заставляет тебя двигаться вперед? Что делает тебя счастливым? И ты знаешь, прямо сейчас мы проходим этот ускоренный курс. Мы проходим через это. Но пребывание в этом пространстве полностью выводит тебя из драмы, которая происходит вокруг тебя. Хорошо, потому что ты фокусируешься на внутреннем мире, и именно там и заключается вся работа. И когда ты осознаешь, когда у тебя возникают эти моменты озарения о том, чего же ты на самом деле хочешь, что на самом деле заставляет твое сердце петь, и ты решаешь, знаешь что. Вот чего я хочу. Вот то направление, в котором я двигаюсь, потому что это приносит мне удовлетворение. Вот то, чем я являюсь, вот то, к чему я тяготею. Тогда ты пойдешь туда и будешь двигаться в этом направлении с радостью. И нет более высокой вибрации, чем радость. И если ты сможешь научить этому детей, хорошо, это придаст им сил. Это даст им чувство благополучия. Это убережет их от того, чтобы их затянуло в канализацию со всем этим дерьмом, которое окружает нас день за днем. Потому что дальше будет только хуже. Это действительно так. Дальше будет только хуже. Джей Пи, я бы с удовольствием ответил на несколько вопросов прямо сейчас. Вернись назад, и дамы и господа, еще раз, я просто хочу напомнить вам, что у вас есть свободное время, чтобы связаться с Джеймсом Харкином. Он отличный парень. Он действительно отличный парень. И ты знаешь, в его семье произошла трагедия, и он мог бы использовать всю их поддержку, и его семья тоже. И я лично был бы очень признателен. Спасибо тебе. Каков текущий статус продвижения к свету, Алекс? Я не знаю, изменилось ли что-нибудь. Мне сказали, что когда придет мое время, Фазеус предложит мне повернуться, посмотреть назад, а затем сделать выбор. И в зависимости от того, что я хочу сделать, я могу войти в свет и быть переработанным обратно сюда. Или я могу освободить свою душу и улететь домой, или куда угодно, куда я намереваюсь отправиться. Так что я дам тебе знать. Я не знаю, как я дам тебе знать. Да. Ну что же, я уверен, ты же знаешь. Постучи в мою дверь или что-то в этом роде. А знаешь что? Знаешь, если когда придет твое время и ты обернешься и увидишь вселенную, и решишь, что это то, куда ты хочешь пойти, все в порядке. А если нет, ты можешь развернуться и пойти к свету. Я имею в виду, что это все выбор. Опять же, все сводится к тому, чего ты хочешь. И я понимаю, что мы все оперируем большим количеством информации, когда речь заходит об этой конкретной теме. Но у меня лично нет никакого опыта в этом. Во всяком случае, пока нет. Хорошо? Итак, я тоже не спешу с таким объяснением. Ни в коем случае. Да. Итак, от Анны. Анна Бальбао. Почему, почему они не были пойманы на большой лжи о распятии Иисуса? Это большая ложь, которую я недавно прочитал. Зачем создавать такую ужасную вещь? Очень хороший вопрос. Ты знаешь, это такой отличный вопрос. И ты знаешь, посмотри на это с другой стороны. Эй, ты же знаешь, я думаю, что было время, когда мученичество имело большой вес. И суть мученичества в том, что ты эмоционально вовлекаешь людей в мученичество. А потом, когда ты распространяешь ложь о том, что он умер за наши грехи, что он отдал свою жизнь за нас, во многих людях это вызвало чувство вины. А это очень манипулятивная эмоция сама по себе. Теперь, какова бы ни была правда в отношении всего этого сценария, посмотри, просто посмотри на это. Хорошо, нас учили, что он Сын Божий, и мы все должны поклоняться Ему. И без Него мы никак не можем быть свободны. И все же, предположительно, Его собственные слова были таковы. То, что я делаю, вы должны делать еще больше, если у вас есть вера. Что подразумевает, что мы равны. Так что же это такое? Ладно, что же это такое? Мы равны? Мы братья и сестры, или нет? А что из этого не так? Я предпочитаю верить, что мои отношения с Творцом, это мои отношения с Творцом. Почему мне нужно, чтобы кто-то пробивал мой билет? Я не думаю, что нам нужен посредник. Я думаю, что наши личные отношения с Творением, с сущностью, с Богом, каким бы именем вы ни называли этого Великого Духа, каким бы именем вы его ни называли, или как бы вы его ни называли, соотносись со всем, что есть. У нас с Источником личные отношения. Я могу сказать тебе, что в пятой плотности нет мессий. Здесь есть учителя, но нет мессий. Мастеров тоже нет. Хорошо? Нет никого, кто знал бы все обо всем. Так не бывает. Хорошо? Так и есть, но это личный выбор каждого. Есть много людей, которым очень удобно держать это духовное посвящение вне себя. Они очень спокойно относятся к этому и отдают свою силу кому попало. Но есть и другие, которым неудобно отдавать свою силу кому-то другому, и которые предпочли бы духовно взрослеть, пройдя школу суровых испытаний. Ну, знаешь, университет, что бы это ни было. И это благодаря тому, что мы просто совершаем ошибки, разбираемся в них и даем себе силы для этого. Потому что в конце концов, независимо от того, какое путешествие ты совершаешь, все осколки всегда находят дорогу домой. Ясно? Все они находят дорогу домой. Так что в конечном итоге ты все равно вернешься к истокам. Хорошо? Во что бы ты ни решил верить, это твой путь. Хорошо, следующий вопрос, Джей Пи. Я искренне твой и Барбары. Все в порядке. Все в порядке. Верно, это все еще о воплощении. Так что мой вопрос был бы таким. Если мы духовно достигнем пятого измерения, физически мы этого еще не сделали. Я размышляю о том, могли бы мы выйти из цикла воплощений на случай, если мы умрем. У меня нет. Какой-то перевод. Нет. У меня нет ответа на этот вопрос. Нет. Мы выясним это вместе. Все в порядке, все в порядке. О, от Элейн. Элейн, 2003 год был крайним сроком для всех неземлян, чтобы покинуть планету Земля. Прошло 14 лет, и новый мировой порядок уже в действии. Каковы последствия для тех, кто остался после этого крайнего срока, как хорошие, так и плохие? Хорошо, что же, давай просто поговорим о плохом, потому что именно в этом и заключаются реальные последствия. Они облажались. И облажались. Они полностью облажались. И я не знаю, как еще это сказать. Нет никакого способа приукрасить это. То, что они сделали с нашим человечеством, то, что они продолжают делать, потому что было соглашение о том, что они собираются уйти, а затем они решили этого не делать. Так что они переделали свой винт. Теперь у них нет выхода отсюда, кроме как пережить что-то очень ужасное. И опять же, это сделано ими самими. Что касается хорошего, им пришлось проявить настойчивость и иметь дело с очень, очень суровой средой, известной как их плотная Земля. Я не знаю, остались ли те, кто был здесь в 2003 году или раньше, все еще здесь. Я бы подумал, что многим из них будет очень, очень, очень тяжело из-за частоты Земли, поскольку она то поднималась, то опускалась, она немного поднялась, а затем полностью упала. И теперь это-это снова пытается подняться, и теперь в игру вступают регрессоры, и они пытаются подавить вибрацию еще раз, в последний раз. Так что я бы подумал, что исходя из более высокой частоты, это было бы невероятно, невероятно сложной средой для них. Но тем не менее, испытав это на себе, я бы подумал, что их сострадание к человечеству только возросло. Потому что, ребята, мы сталкиваемся с этим дерьмом каждый божий день. Так и есть. Контроль, манипуляции, обман, химическое отравление, промывание мозгов, ложные нарративы, фальшивые религии. Мы сталкиваемся с этими сценариями каждый божий день. И мы как-то пытаемся разобраться во всем этом, выжить и сделать все возможное для наших семей и самих себя. Так что я думаю, что на одном уровне есть большое восхищение и большое сочувствие к нашему тяжелому положению и нашему путешествию. Но я также думаю, что должно быть некоторое недоумение, потому что, может быть, они думают, почему эти люди еще не поняли этого. Почему они еще не увидели правду о том, что на самом деле происходит? Почему так много людей так быстро продолжают отказываться от своей власти и расширения прав и возможностей, в пользу этого? В пользу этой штуки, знаете ли, под которой мы живем, этой матрицей. Так что я знаю, что Висайес всегда был сбит с толку этим. Всегда. Итак, хорошо, следующий вопрос. Может ли Алекс, пожалуйста, прокомментировать сроки объявлений о том, что принц Филипп, муж королевы Елизаветы Второй, объявил о своем уходе? Чувствует ли Алекс, что это символично в отношении того, что происходит за кулисами? С большой любовью к тебе, Алекс, и с благодарностью. Спасибо. У меня нет комментариев. Ты знаешь, мы с Джей Пи буквально говорили об этом прямо перед тем, как сегодня вышли в эфир. Ты же знаешь, я ненавижу даже думать об этом, но это настоящий принц Филипп. Это настоящая королева. Кто знает? Ты же знаешь, я не знаю. Я действительно не знаю, и у меня нет точки зрения. Я знаю, что принц Филипп, это он, он, если это действительно он, он, ты знаешь, он, наверное, устал. Ты же знаешь, он станцевал свой танец. Он сыграл свою роль до конца, и может быть он просто хочет отдохнуть. Ты же знаешь, он сделал это. Он просто хочет отдохнуть. Он хочет откинуться на спинку кресла и просто наслаждаться и просто расслабляться. И его едва ли можно винить в этом. Так что вот мой ответ. Факт в том, что я не знаю, есть ли что-то еще, кроме этого. Или же они оба готовятся к тому, чтобы уйти в отставку и позволить молодому поколению взять верх. Я не знаю. Мы все узнаем достаточно скоро. Хорошо, потому что, судя по тому, как все движется на временной шкале и как все ускоряется, нам не придется ждать долго. Мы не будем ждать. В чем же заключается сделка? Сначала был один в Китае. Теперь был замечен еще один. Это то самое 5G-тестирование, о котором ты говорил? Голографические проекции для проверки сценария второго пришествия. Мне просто любопытно, что ты знаешь об этом. Это именно то, о чем я думаю. Мое мнение не изменилось с тех пор, как я в последний раз поднимал этот вопрос. Это совершенно верно. Так что это все вышеперечисленное. Это все вышеперечисленное. Я имею в виду, что это выглядит так, как будто это будет что-то дикое. Ты же знаешь, это просто... Я имею в виду, что это будет довольно интересная презентация. Это действительно так. Алекс, ты, возможно, сможешь привлечь больше людей на свой вебинар, давая интервью на наших шоу. Не слишком ли это опасно для вас, чтобы делать это? Мне очень жаль, Джей Пи, ты попал в беду. О, мне очень жаль. Я скажу вот что. Это так. Когда ты потерял все это? Вопрос был в том, что ты мог бы привлечь больше людей на свой вебинар, и вот тут-то я и потерял тебя. Давай интервью другим людям, это слишком опасно для вас, чтобы делать это. Нет, это не опасно. Я просто не хотел этого делать. Я просто не хотел этого делать. Я имею в виду, ты же знаешь, я устраивал шоу с собаками и пони в течение 23 лет. Я сделал это. Я, ты же знаешь, я просто не хотел этого делать. И в этом нет никакого пренебрежения к другим интервьюерам. Я поддерживаю их всех на расстоянии. Я думаю, что большинство из них великолепны, по крайней мере те, кого я знаю лично. Большинство из них великолепны, по крайней мере те, кого я знаю лично. Есть много людей, которых я не знаю. Я просто не хочу этого делать. Я просто не хочу этого делать. Мне действительно нравится это, ты же знаешь, и ты же знаешь, что я не заинтересован в том, чтобы стать именем нарицательным. Мне это совсем не интересно. Есть и другие люди, которые этим занимаются, и они делают свое дело. Это не то, о чем я говорю. Так что те, кого привлекает информация, найдут эту информацию. Те, кто этого не сделает, не сделают этого, и им будет все равно. Вот и весь твой ответ. Ничего особенного. Ты не хочешь этого делать. Джей Пи, ты здесь? Да, но я был подавлен. Ты мог видеть меня, бла-бла-бла-бла, понимаешь? Да. Я просто такой. Хлопаю крыльями. Эй, смотри, у меня есть кое-что. Теперь у меня есть что-то вроде этого. Так что я могу подержать это в руках. В любом случае, смотри, это от Лорен. Мне просто интересно, говорит Лорен, какова точка зрения управления внутренней безопасностью на ложь во спасение. Ты говоришь, что они никогда не лгали тебе. Что бы они подумали о такой жизни? Это было сделано для того, чтобы пощадить чьи-то чувства. Говорят, что всякий раз, когда ты лжешь, у тебя нет четкого представления о ситуации, в которой ты находишься. По их мнению, для лжи никогда не бывает причин. Такова их точка зрения. Для лжи никогда не бывает причин. Я не могу сказать ничего проще, чем это. Вот так. Вот и все. Но ты же знаешь. Я имею в виду, что все предельно ясно, не так ли? Это просто очень ясно и абсолютно. И это очень важно. С чего начинается ложь, и знаешь, может быть, именно здесь им пришла в голову идея лжи. Земля не является источником обмана. Это произошло из других звездных систем давным-давно. Так что, вероятно, Орион, Хаффер Драконис и, возможно, даже другие галактики до этого. Это интересно, потому что я думаю о галактике. Где бы ни зародилась тьма, где бы она ни занимала первое место в нашей физической вселенной, там, вероятно, и зародилась ложь. Это интересно. Просто подумай об этом логически, не так ли? Я смотрю, я думаю о фильме «Поиски галактики». Когда в самом конце они сказали им, послушайте, мы просто на самом деле не такие, как все. И они не смогли этого понять. Они не могли понять, что это были люди, играющие чью-то роль. Верно, это историческая запись. Они не могли разобраться в исторических записях, да, но это исторические записи. Да. И я полагаю, что есть нечто подобное, есть кое-что, это тоже своего рода метафора для религии. В некотором смысле. Как ты думаешь? Как маленькая белая ложь. Да, а потом это становится, это просто растет в геометрической прогрессии, и да, опять же, это возвращается к намерению. Ты знаешь, это возвращается к вопросу о том, каково твое намерение делать то, что ты делаешь. И ты знаешь, очевидно, что намерение состоит в том, чтобы создавать религии, поклоняться другим существам, и посылать им свою энергию, свою чистоту, чтобы они могли питаться ею. Тебе сразу же нужно спросить себя, ну, а зачем им нужна моя энергия, если они могут создать всю вселенную и удерживать ее вместе, и она продолжает? Зачем им нужна моя маленькая частичка энергии? Ты же знаешь, что большинство людей не задумываются об этих вещах. Они просто, они этого не делают. Они просто делают то, что им говорят, думая, что это абсолютная истина. Что это именно так, потому что так сказал мне кто-то, обладающий власть. Но вы, ребята, уже знаете это. Вы находитесь в продвинутой группе здесь. Так что, знаешь ли, мне не нужно возвращаться к этому вопросу. Хорошо. Интересно. Спасибо тебе, Алекс. Хорошо, так что духовный, это тоже хорошо. Все в порядке. Все в порядке, так что вопрос от Джеффа. Кажется, что инопланетный человеческий искусственный интеллект, это научный материализм, и только духовный искусственный интеллект допускает возможность существования души. Каково ваше понимание этого? Спасибо тебе большое. Ну, а что такое духовный искусственный интеллект? Что такое духовный искусственный интеллект? Как бы вы определили духовный искусственный интеллект, в отличие от синтетического или материалистического искусственного интеллекта? В чем разница между этими двумя понятиями? Хорошо, искусственный интеллект – это искусственный интеллект. Теперь те из вас, те из нас, у кого есть душа, вы не являетесь искусственным. В твоем интеллекте, твоих знаниях и твоем опыте нет ничего искусственного, потому что они переживут тебя. Ты возьмешь их с собой в следующую жизнь. Ты возьмешь их с собой, будешь ли ты в этой галактике или в другой. Ты возьмешь их с собой, будешь ли ты в этом измерении или нет, или в другое измерение, выше или даже ниже. Эти знания принадлежат тебе, потому что они основаны на опыте. Они всегда принадлежат тебе. Искусственное подразумевает, что ничего из этого не является реальным. Это было запрограммировано в тебе. И следовательно, если тело умирает, если форма, содержащая искусственный интеллект, уходит, или ЭМП выводит из строя печатные платы, или взрывает процессор, содержащий всю эту информацию, вся эта информация исчезает. С душой этого не происходит. Эта информация никогда не исчезнет, никогда. Теперь я знаю, что есть конкретный контакт с НЛО, о котором говорили, что его разум несколько раз стирался на самом деле. Хорошо, меня это беспокоит. И это должно беспокоить всех остальных. Ты знаешь, что это произошло с ним. Так есть ли у него искусственный интеллект? Есть ли у него душа? Где его душа? Потому что в этой душе есть признание всех переживаний. Итак, вопрос в том, почему он белый. И это все, что я собираюсь сказать по этому поводу. Пища для размышлений, ребята. Хрустящие маленькие наггетсы. Сильвия, на последнем вебинаре ты объяснила, как космические корабли, приземляющиеся на Ганимеде, открывают свою собственную среду обитания. Происходит ли это в четвертом измерении? Четвертым. В четвертом или пятом? Джей Пи, я не понял последнюю часть, которую ты снова вырезал. Происходит ли это? Извините. Происходит ли это на Ганимеде? В четвертом или в пятом измерении? И является ли Ганимед четвертым или пятым измерением? Хорошо, Ганимед может вместить третью, четвертую и пятую плотности имен. И да, в пятой и четвертой плотности, многие различные формы жизни совершенно не похожи друг на друга. И да, им приходится создавать свою собственную среду обитания. Они так и делают. Когда они посещают кого-то еще, они создают свою собственную среду обитания вокруг своего корабля или где-нибудь на поверхности. Им предоставляется территория, чтобы они могли смешиваться, чтобы они могли выходить и знакомиться с планетой, на которой они находятся. Хорошо, это просто, это просто, это просто галактическое гостеприимство. Хорошо, а затем каким-то образом создается среда, в которой две стороны, вы знаете из фильма «Прибытие», где у них была стена, или за одной стороной стены была их среда обитания, чтобы они могли выжить. А с другой стороны были мы. Вот на что это похоже. Это именно то, на что это действительно похоже в третьей, четвертой и пятой плотности. Вот что это такое. Воин Гайи. Как же сложно понять, кто с кем сражается. Кто вообще вовлечен в эту битву. Наконец, видите ли вы, что скоро произойдет Риомферцайхнис, чтобы дать человечеству немного кислорода? Нам определенно не помешало бы немного. Абсолютно. Я имею в виду, что просто очень многим людям приходится нелегко. Ты знаешь, я стараюсь сохранять оптимизм по этому поводу. Я действительно стараюсь. Но очевидно, что всем предоставляется одна и та же информация, так что вся информация буквально поступает из одного источника. И я не знаю. Я просто больше не знаю. Ты знаешь, но на этой неделе, на этой неделе, на этой неделе, на этой неделе, на этой неделе прошло 8, 9, 10 лет на этой неделе. Так что в какой-то момент тебе просто нужно отпустить это и заняться тем, что ты можешь сделать, чтобы улучшить свою ситуацию. И если это произойдет, о-о-о-о-ра. А если этого не произойдет, что же, ты будешь продолжать работать над улучшением своей ситуации, что в любом случае тебе придется делать. Так что мой ответ тебе таков, я больше ничего не знаю. Я просто больше ничего не знаю. И я не знаю. И мне это нужно так же сильно, как и всем остальным. Ты же знаешь? Так что я не знаю. Я думаю, нам следует самим начать проявлять больше денег, ты же знаешь, вместо того, чтобы ждать. Это а-а-а, но это мое мнение. Я не хочу подводить итоги. В любом случае, парень-воин спрашивает, будет ли империя тогда хороша, если она уничтожит и... Нет, я не обязательно думаю, что это будет хорошо, потому что это также уничтожит многие другие вещи, которые нам нужны каждый день. Ты же знаешь, что вся эта ситуация каким-то образом разрешится сама собой. Если ей будет позволено полностью проявиться на поверхности, и ей будет полностью реализован на поверхности, для его уничтожения, вероятно, потребуется внеземное доброжелательное вмешательство. Потому что в конечном счете люди, которые создают этот и, основываясь на том, кто они и каковы их намерения, осознают они это или нет. Хорошо, потому что в программировании, в кодировании есть своя частота. И если их частота, это контроль, обман и так далее, и так далее, и так далее, все те вещи, которые находятся на негативной стороне вещей, то в конечном итоге произойдет то, что в какой-то момент ИИ включит и их тоже. Это просто логично, хорошо? Потому что, если ваше намерение таково, если это то, чего вы хотите, это произойдет само собой. Это, вероятно, включит их, а затем потребуется доброжелательное вмешательство, чтобы вывести это из строя. И это может быть сценарий, если ему будет позволено развиваться. Я пока не знаю. Я знаю, что они экспериментировали с этим. С этим проводилось гораздо больше экспериментов, чем нам говорили. Это был большой шок, не так ли? Мне всегда кажется, что я ловлю вас на том, что вы говорите одновременно. А Дэна, есть какая-нибудь информация об изменениях ДНК у нас? Как насчет того, что мы увидим и испытаем в четвертой и пятой плотности? Потому что я вижу больше теневых существ и шаров. Что еще? О, я понимаю. Хорошо, с точки зрения того, что мы испытываем вокруг себя, я вижу больше теневых существ и шаров. Чего еще нам следует ожидать? Спасибо вам за всю правду, которую вы делитесь. Пожалуйста. Что касается плотности Форда, ты увидишь все виды вещей. И ты знаешь, в самом начале ты увидишь как отрицательное, так и положительное. Потому что твой разум еще не знает, твой разум просто видит все это в первый раз, а твое подсознание еще не знает, у него еще нет фильтра, как такового. Потому что оно видит все это в первый раз, по мере того, как оно появляется в поле зрения, по мере того, как оно появляется в твоем поле зрения. Так что пока оно еще не знает, что с этим делать. что важно отметить, поскольку ты начинаешь видеть эти вещи, так это обращать внимание на то, что ты чувствуешь хорошо, не только глазами, но и тем, что ты чувствуешь потому что это будет твоим подлинным истинным барометром это скажет тебе хорошо, потому что твоя душа знает разницу в частотах